1888 страница, 14-я строчка, там со слов на араминского, это Тарпануэ Минэй. На самом деле, на прошлом занятии говорили о очень важной вещи, и поэтому сегодня будем продолжать в какой-то степени напрямую эту вещь. Мы по переводу гораздо больше начинаем. Там просто очень все в переводе более детально переводится. Давайте вернемся немножко назад, потому что действительно тот момент, который мы обсуждали на прошлом уроке, на прошлом уроке он действительно ключевой, и ключевой ввиду того, что мы к этому вопросу возвращались много раз на протяжении всего момента, что мы всех наших занятий, сколько уже там, 16 лет мы учимся, в разных составах. Существует спор между нашими мудрецами о том, есть ли такая заповедь верит в Бога. Это неоднозначно. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что те две первые заповеди из десяти заповедей, которые мы читали на прошлой неделе в главе Итро, они определяют, что такое вера в Бога, где первая заповедь, как у нас звучит, Я, Всевышний Бог, только вывел из Египта, который напрямую не является никаким руководством действия. Давайте две секунды еще дальше вернемся и поймем, что заповедь, иудаизм это точная наука, и заповедь это должно быть абсолютно определенное руководство к действию. И всегда это меня умиляет, когда спрашиваешь в аудитории не столь удрученной в иудаизме, о том, что назовите мне любую заповедь, ну, понятно, что там приводят, там, не убивать и так далее, но быть хорошим человеком, или недавно я там читал лекцию в одном месте, и сказал, не навредить, как говорю. Поймите, что это абсолютно неопределенные вещи, когда мы говорим на заповедь, заповедь должна быть конкретизирована, должна быть четко написана, в чем где дальше. Поэтому у нас такой широкий формат, который называется устной торой, который объясняет всю конкретику, даже, на первый взгляд, в абсолютно абстрактных заповедях. Теперь, когда мы говорим о заповеди, или есть такая заповедь верить в Бога, то тут появляется очень большая логическая проблема. Какая проблема? Об этом говорит Рамбам, о том, что не может быть заповедь верить в того, кто дал тебе эту заповедь. Логика ясна пока, что мы о том говорили уже неоднократно. Соответственно, Рамбам считает, что такой заповеди, как верить в Бога, нет. А заповедь, это заповедь познавать Бога. Теперь, познавать Бога, это что-то более конкретизированное. Потому что верить, ты не можешь, еще, давайте, еще назад вернемся, что мы не можем сказать, что я верю во что-то конкретное. Я могу сказать, что я не знаю чего-то конкретного, и поэтому пока что я это верю. Но если это конкретное дается, если это уже какая-то конкретика, то она 100% дается доказательству или опровержению. А верить во что-то, что можно доказать и опровергнуть, это не наша тема. Это не по-еврейски. Это называется лень и слабость. Почему? Потому что вера возможна только во что-то, что абсолютно недоказуемо и неопровержимо. В обратной ситуации ты должен это доказывать или опровергать. И в тот момент, что ты это доказываешь, что это перестает быть верой, а становится чем? Это становится знанием. И верить, и сказать с еврейской точки зрения, по крайней мере с точки зрения еврейской диалектики в данном случае, сказать о том, что я верю в то, что я знаю, это абсурд. Потому что если ты это знаешь, то вера здесь исключена. А если ты в это веришь, а если мы скажем, что верить можно только во что-то, что недоказуемо и неопровержимо, то тогда и знание здесь совершенно ни при чем. Соответственно, нам нужно найти понятие того, во что мы верим. Не как заповедь, а выполняя заповедь, познавать Всевышнего настолько, чтобы не оставив ни одного не перевернутого камня и все пытаться доказать, и найти в этом что-то, что абсолютно недоказуемо и непровержимо, то есть абсолютно непонятно. Теперь, если раньше мы говорили об этом более абстрактно, да, вот на этом мы останавливались, то Алтареба здесь в первом своем послании напоминает, что мы учим Игорь Сакойдыш, который не по праву называется в единственном числе послание, святое послание, потому что это не одно послание, а это набор из множества посланий, которые каждый говорит на другую тему. Мы только сколько там, пять уроков назад начали учить, первые прошли буквально, только что посчитали, 14 строчек. Каждый из них, есть как бы, Рафштайвенц в своем предисловии, Кейгер Сакойдыш говорит о том, что есть общий знаменатель, определенный, можно увидеть, общий знаменатель между всеми этими статьями, в том, что они все описывают то, что на тот момент еще не было столь очевидно, и мы называем хасидским образом жизни. Давайте не забывать, что хасидизм только-только зародился, это третье поколение, после Баальшемта, Баальшемта, Магедис Мессерджи, вот начинается распространение хасидизма на разные направления. И поэтому Алта-Ребе говорит здесь именно, я хочу, чтобы мы сейчас проследили линию от того, что мы начали говорить о важности изучения, Алта-Ребе начал говорить о важности изучения устной торы. Устная торы ни в коем случае не говорит ни о какой, то, что он имеет в виду, по крайней мере, вавилонский Талмуд, он не говорит ни о какой эзотерике, он не говорит о каких-то абстрактных вещах. Все назначение Талмуда, это как раз конкретизировать выполнение заповедей, это как мы с вами приводили множество примеров, это я не знаю, если там написано, не смешивать, не варить ягненка в молоке матери, то объяснить, что это имеется в виду, почему упоминается именно таким языком, и почему это является самым общим моментом смешения мясного с молочным, идет речь именно о конкретике ягненка в молоке его конкретной мамы, и почему упоминается три раза, соответственно, это три разных запрета. Это устная тора, это вавилонский Талмуд, это то детальное описание заповедей, и говорить здесь о вере немножко сложно, но при этом, говорит Алтарабе, что именно вера, вера, и тут он упоминает именно термин иммуна эметит, истинная вера, сейчас мы вернемся к тому, что иммуна эметит, истинная вера, это является основой всего, да, если вы помните, мы цитировали Шлома Амелаха, царя Соломона, из книги Мишлей, из книги притча Соломона, опоясывалась силой своей, свои бедра, да, имеется в виду тазобедр, мы говорили в прошлый раз, на физиологическом уровне имеется в виду тазобедр, или сустав, который является основой всего тела, где ноги крепятся к телу, и дальше голова сама по себе никуда не уходит, для нее нужны ноги, это основа всего, это основа, да, точно так же, как тазобедренный сустав, это то, что поддерживает все тело, точно так же, и главное, голову, которая куда-то идет, точно так же вера, это то, на чем она становится, он говорит сейчас о вере, какой-то интеллектуальной вере, он говорит о вере как основе всего, но здесь он специфик ли упоминает, говорит, истинная вера, почему нужно вот так вот это подчеркивать, и я сейчас хочу уйти от русского пафоса, истинной веры, борьбы с различными, между различными веросповеданиями, не об этом идет речь, верить можно не во все, как мы только что с вами объясняли, объяснили, что когда я говорю, когда я верю во что-то, что доказуемо, это не истинная вера, вера должна быть в что-то абсолютно конкретное, но необъяснимое, и здесь алтар-эбе как раз нам и говорит, кто такая, это истинная вера, и что такое вообще называется еврейская вера? Нету веры, не может быть веры в Бога, почему веры в Бога не может быть? Урили, помоги Лизе там, она тебе скажет все. Нет, не может быть такой истинной веры в Бога, почему? Кто ему может сказать, не может быть веры в Бога? нет мы не знаем что у нас есть западе пас постоянно в этого познания но если здесь нам действительно нужно вернуться к рамбам потому что как ни странно что рамбам был очень далек от кабалы и здесь мы можем увидеть как раз в очередной раз то что мы знаете я всегда этим не то чтобы возмущается мне очень умиляет даже уверены в себе раввины говорят о том что будем сейчас изучать философию кабалы или каббалистическую философию которые не две эти вещи не имеет друг другу никакой отношения это абсолютно разные подходы каббалистические философские это две отдельные дисциплины и рамбам который абсолютно не был каббалистами категории даже в какой-то можно увидеть его словах даже презирал он был величайшим философом во всем он видит абсолютно интеллектуальный подход и в данном случае алтаре бы используют именно несмотря на то что вся книга тания и в силу спаслище построен в первую очередь на каббале а не на философии более того многих направлений в хасидизме считают что философия вообще запрещена для изучения если есть такое вообще понятие в иудаизме скорее так как хакера какое-то исследование именно какой-то дискурс да но алтаре бы берет именно подход философский а не каббалистический подход рамбама маймонида где он говорит что когда мы говорим о боге у нас есть заповедь знать истинность его существования у нас нету заповеди верить в истинность это это мы должны знать то что бог есть в это верить нельзя нельзя ни в коем случае если ты веришь что что бог есть у тебя большие проблемы к чему-то в конце концов приводит потому что на прошлом занятие сказала марина о том что бог это вселенский космос бог это где я я верю что он есть но он ко мне не имеет никакого отношения где-то там это нормальный человеческий подход в особенности еврейский который все люди считают что мы верим в бога и когда спрощай к что такое бог бог это что-то большое недостижимое для меня вот здесь начинается самая большая проблема что меня это не касается он заключается в том что что в то что он есть мы не имеем права верить мы должны это знать пока не знаешь работой над собой это доказуемые вещи а во что же мы на самом деле верим это очень тонкий момент это мы закончили этом прошлом уроке поэтому давайте буквально я предлагаю чуть чуть вернуться буквально несколько слов так а ему на метит большим и хотим собору дыма кололом весовой кололом истинная вера в одного всевышнего бесконечно 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 благословен он бесконечно благословен он что он и наполняющий весь мир все миры и охватывающий все миры и мы на этом закончили в прошлый раз во что мы должны верить давайте еще перефрактирую эту фразу истинная вера это верить в то что есть один бог который бесконечен который наполняет все миры и охватывает все миры кто может сказать что неправильно в этой фразе я сейчас повторю истинная вера это в то что есть один бог бесконечен благословен он наполняющий все миры и охватывающий все миры ближе чуть-чуть теплее я истинная вера в то что есть один бог который бесконечен это уже абсурд если он бесконечен он не должен быть один один это порядковый номер он не может быть лимитирован в размер одного понимаете о чем идет речь и дальше и следующее очень важно понять фразу цитата из книги и дальше очень важно выразить что он говорит что он а there's two one is also limitation zero ноль это не лимитация ноль это безграничность один это уже отрезок now it's a consistent truth подожди подожди так поэтому когда мы читаем шма мы не переводим всевышний бог один а правильно нам перевести что он един но на самом деле там написано именно один и сейчас мы объясним что такое почему и алтарабы и здесь упоминают слово один и тогда нам нужно возьмите и тогда нужно обратить в деталях я возвращаюсь буквально два слова до того как место которое указал немало колоним весовы в колоним что абсолютно точно так же противоречит наполняющий весь свет и охватывающий все миры и охватывающий теперь здесь это хорошая книжка но не так книжка называется тора она молодец но нам нужно так да дамы господа пожалуйста внимательно здесь действительно очень сложный момент что он одновременно и все что значит все и это бог и это бог и это бог это бог и это бог и одновременно мы можем сказать да какой же это бог это стол тут бога нет и вот здесь у нас есть это противоречие противоречие что он все и ничего одновременно я напомню что много раз мы к этому возвращались то что алтараб объясняет в самом начале тани когда он говорит о том что сокрытие всевышнего начинается с уровня хохма мудрость которая является точкой и дальше распространяется в штива эвер крест-накрест через бина это понимание на данном случае не имеется понимание а именно создание системы координаций что бог на самом деле это вот эта точка ноль из которой расходится вся эта система координаций сейчас будем говорить об этой системе координаций обещал в прошлом уроке что мы перейдем к трехмерному сегодня пространство если раньше мы говорили понимали что есть двухмерное говорили одномерно я напомню о чем идет речь мы всегда это воспринимали вот это вот нулификацию всевышнего на основе времени рамок времени что мы говорили потому что нету в нашем интернашем интеллекта нету туз для того чтобы понять что такое сейчас мы не улавливаем сейчас мы улавливаем мы понимаем что вот это прошлое вот это будущее и а сейчас это тот конкретный момент с которого координата в будущее уходит до бесконечности отсюда можно понять что все значит всевышний творит этот мир каждое мгновение заново мы можем понять что каждое мгновение мироздания этого создание новой системы координат и с этой точки начинается путь будущее и путь прошлое это понятно это мы объясняли и наши цепи объясняли на основе оси координат которым называем времени потому что все что есть в этом мире мы ускать где и когда определить рамки времени пространства второй уровень бина который мы говорили она задает эти координаты и дальше появляется дата дата это уже смешение двух величин там мы можем сказать это где и когда но не об этом сейчас идет речь не в этих деталях извините пожалуйста за много каббалистических темно но алтаребе сам виноват теперь сейчас мы это все расширяем чуть чуть больше давайте вернемся к понятию 0 если мы говорим о точке 0 это наполняющий или охватывающий свет напомним что такое наполняющий свет это то что бог он во всем хотя это неправильно сейчас мы поймем почему-то не пробок он во всем он везде есть охватывающий свет это то что бог о это это он сокрыт по отношению к нам мы его не видим так далее когда мы будем . 0 начала координат начала которая есть у каждого из нас в голове который у нас одна на всех она есть это та же точка 0 во всем во всем мироздании и в отдельно взятом творении в отдельно взятом человеке . но мы имеем ввиду нахватывающий или ополняет охватывающий наполняющий свет как товарищ каббалисты-мичуринцы наполняющий почему почему 0 где он существует 0 не существует вся идея нуля то что его нет как ему стремимся его нету поэтому мы не можем сказать что это наполняющий свет но из точки 0 распространяется вся система когда на из нее выходит тот момент когда мы задаем точку 0 в этот момент выходит система кардинал в этом момент как мы находимся сейчас в этот момент выходит прошлое будущее понятно значит 0 включает себя все значит 0 это одновременно и охватывающие и наполняющий свет как это понять если умножить на ноль а если разделить на ноль нельзя а если постараться будет очень получится бесконечность абсолютно верно это этот чистом математически доказать что что есть определенное единство между охватывающим и наполняющим светом то что алтаре бы называется называет истинной верой это вера в то что и охватывающий наполняющий свет это одно и то же что что всевышний он одновременно один и лимитирует одновременно бесконечен что одновременно есть одновременно его нету покажи мне бог окей вера когда мы говорим о истинной верой это вот вы именно вот в это пересечение это сочетание этих двух несочетаемых элементов где они все пересекаются в этой точке но понятно мы только вот на этом закончили наше прошлое занятие давайте чуть-чуть посмотрим как у нас получилось будет очень сложная тема попробуем продвинуться по тексту в лейт отар пану и минэй да и нету ни одного какого пространства свободного от него лимала аденкет наверху до бесконечности в лимата айн тахлит и внизу до несуществования я пока что привода слов до в хэн я прочту все предложения леталет ситрин в пхинат инсов мамаш и точно так же во все четыре стороны в аспекте бесконечности по-настоящему давайте так сколько у нас бесконечности абсолютно четко нам говорится ну переведу еще сколько здесь что нету пространство свободного от него нет наверх до бесконечности не вниз до несуществования и не в четыре стороны в аспекте бесконечности по-настоящему 6 бесконечности ну вспомнили детскую песню детском саду подожди теперь до этого мы говорили о временных рамках это мы с вами алтаре бы это не говорим мы превращались к временным рамкам потому что мы объясняли это раньше еще на основе временных рамок сейчас алтаре бы будет сразу две дополнительные координаты сейчас мы не поговорим в следующем предложении но пока что он говорит о пространстве какими направлениями определяется пространство вверх вниз вперед назад право влево четыре стороны света и вверх вверх и вниз теперь тут есть у нас немножко намек уже на то почему мы используем слово ход почему от потому что алиф это нужно читать нужно его читать с конца 4 это четыре стороны света четыре стороны света head это 8 ульта всем ракеем и наш мир на русском называется семь небесных твердынь и наш мир а один это то что все включают себя вместе а буква алиф у нас зеркальное отражение вверх и низа помните какую букву алиф так это можно это представить сразу представить что-то и вверх и вниз и одновременно все мироздание это 8 всем небесных твердын и наш мир кроме того с собой букву алиф за того что это зеркальное отражение можно представить себе что все мироздание это чем выше это в других мирах тем ниже это в нашем мире теперь смотрите что алтар эбе здесь есть еще несколько намеков он говорит о том что это нет ничего вот это давайте попробуем восстановим эту систему координат нету в этом нету ни одного ничего пустого от него а н а так нету пространство свободного от него теперь если дальше он говорил верхний верхний справа влево значит что так он понимает подпространство по застать это то что окружает нас в данный конкретный момент чертингер давайте вспомним немножко то что мы вот наша реальность это то что мы сейчас воспринимаем а теперь почему потому что дальше он говорит это то что выше то что ниже это не относится к нашей реальности восприятия здесь он говорит нету пространство свободного от него это то это точка ноль пространстве то место где мы находимся сейчас это наша точка ноль отсюда есть вверх до бесконечности имеется в виду не физически давка вверх хотя многие мудрецы объясняют именно как физически вверх имеется в виду вверх до раскрытия всевышнего до бесконечности потому что там он упирается в источник света вплоть до вниз до от эн тахли до отсутствия сущности это где-то к нам где вообще ни хрена не понимаем и все настолько от нас сокрыто что это полная сага вообще ничего можно спокойно сказать что бога нет и нам ничего за это не будет а что такое финти даун подожди я еще больше забыл это не торопись инфинити даун имеется ввиду что есть такое сокрытие всевышнего где абсолютно отсутствует вообще даже какое-то восприятие что есть такое понятие как бог да то есть если тебе кажется сейчас плохо то неправда может быть еще хуже а это если по-простому объяснил право это было белая полоса в конце жопа на полоса белая полоса в конце задницы извините сейчас моя жена будет если услышит ругаться что они хорошо слова используют так вот наверх это до бесконечности имеется ввиду раскрытие всевышнего в котором мы растворяемся умножая на ноль вниз это до бесконечного сокрытия всевышнего когда мы точно так же что только сокрытие обслужили это деление постоянное деление на еще 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 больше детали это сокрытие всевышний делим на ноль по высшим математике получается бесконечное сокрытие а теперь мне тогда к вам вопрос не давайте еще остальные те в четыре стороны в четыре стороны это осознание того что пространство в котором ты сейчас находишься и то что ты воспринимаешь с помощью лимитации своего восприятия действительности оно far beyond this оно гораздо более больше это пространство чем мы можем себе представить как и вертикально так и горизонтально а теперь у меня к вам вопрос что такое тогда источник света сейчас совсем запутаемся когда мы говорим источник света да сокрытие раскрытие что это всевышний так источник света все расскажите мне пожалуйста если он источник света то то каким образом он находится где на самом верху или в самом низу подожди источник света который а он должен находиться в центре соответственно когда мы идем говорим до бесконечности вверх то что говорится алтареба не имеется ввиду до бесконечности до источника света потому что эти мы закончили с вами прошлую книгу если кто-то помнит то источник света он где он нас конечно конечно потому что если мы скажем что источник света наверху то тогда это будет . 0 откуда до бесконечности вниз и до бесконечности наверх но алтареба говорит что отсюда до бесконечности наверх и бесконечности вниз. Это обязано нам сказать, что источник света он здесь. Это здесь точка ноль. Да, давайте теперь сейчас поставим все точки на две о том, что, как оно, зачем Всевышний сотворил этот мир. Не того, как тоже было осознанно для того, чтобы Всевышнего было стараться в этом мире. Потому что из нашего мира мы светим. Если вы помните, кто был, когда мы еще учили предыдущую часть в Тенгитане, мы закончили это. Помните пример с прожектором? Что источник света, прожектор, что он показывает кино только на определенном расстоянии. Это объясняет рамки времени, что поезд на Парижский вокзал прибывает не тогда, когда у него расписание, а тогда, когда показали его. Есть? Это одна сплошная, весь наш мир с точки зрения времени, это одна сплошная полная проекция. Но, если этот экран мы приведем чуть ближе к источнику света, мы ничего не увидим, ничего дальше. Мы тоже ничего не увидим. Резкость, например, нарушается. Но это в одностороннем восприятии того, что все идет только сверху, где Всевышний – это источник света. Но мы обязаны сказать, как мы говорим неоднократно в нашем первоисточнике, что это спуск и подъем света. Спуск и подъем света. Что здесь есть или зеркало, которое отражает этот свет и показывает кино тоже где-то там, или, скорее всего, в этом мире тоже есть источник света. И это наша божественная душа, которая является объединенной частью Всевышнего как такового. И здесь, поэтому говорит Истинная вера бreyuse истинная вера нашей божественной души. Идет речь именно об еврейской божественной душе, которая является собой частью Всевышнего как такового. И поэтому мы обязаны сказать, что эта точка ноль, она в нас. И мы, опять же, назначаемся Шернингеру, каждое мгновение задаем заново нашу систему координат времени и пространства. Извините, если загрузил. Окей? Теперь. А теперь Алтареба нас еще больше запутывает, читаем после точки. Вехен бепхинат шана бенефешки нуда. И он добавляет, если он говорит до этого, он говорил о рамках пространства, вверх-вниз, справа-влево, взад-вперед. И точно так же в аспекте шана, года, бенефеш и души, как известно. В данном случае это приводится в той же самом трактовке, как это приводится в книге Сефера и Цера. Кто-то слышал про книгу Сефера и Цера? Это замечательно. Не читайте на ночь, тем более. Сефера и Цера считают предположительно, что это книжку, которую написал Авраам Авийну, но есть привлечение, что это еще традиция от Адама Ришона. Типа руководство действует, как создавать мир. Так? И там говорится о трех рамках изменения. Шана не имеется в виду год, шана имеется в виду время. Нефеш не имеется в виду именно как таковая душа, а имеется в виду жизнь. Так? Теперь я сразу хочу сказать, что есть огромное количество литературы, которое посвящено. Есть у Рэбера Шаба, там, Тарсав, М. Шех Тарсав. Там целая книга, которую Маймор, которую Алтар Рэбера Шаба, Пятль Баевич Скоро, говорил в течение... Один и тот же Маймор, чуть ли не целого года, даже больше. Нет, тарсав, в течение целого года. Начал в Росшана и закончил перед Росшана. Ну, чуть раньше, чем перед Росшана. То есть, говорил просто один и тот же Маймор, где объясняется все это трехмерное пространство. Давайте попробуем чуть-чуть вместе понять. Мы объяснили с точки зрения времени и с точки зрения пространства. А как объяснить это с точки зрения жизни? Нет, не поняли вопрос. Все твои глаза. Окей, мы объяснили две оси системы координат. Время и пространство. Алтар Рэбер будет здесь дополнительный, который называется жизнь. Это соединение времени и пространства. Человек находится где-то в каком-то месте и на то же время... Ну, значит, третье... Это противоречит идее системы координат. Значит, третью ось координат вы можете задать с помощью первых двух. А это должно быть какое-то дополнительное измерение. Незадаваемое первыми двумя. Окей, давайте так. В нашем действительно простом понимании. То, что мы объясняли до того, что то, что мы называем жизнью, это то, что можно задать в рамках времени и пространства. И, Полина, вы говорите, в данном случае абсолютно верно. Это так, как мы говорим, но тут мы будем, что жизнь это дополнительная ось координат. То есть, в нашем сознании, может быть, она может отражаться в координатах времени и пространства. Но, по идее, это должна быть дополнительная координата. Можно я попробую? Можно я попробую? Да, конечно. Мы можем сидеть в одной комнате под ним координатам времени и точки, но каждый будет иметь свой опыт. Я помню, свое восприятие. Своё восприятие. Окей. Да, да? Да. Понятно, что сейчас мы переходим в экзистенциональную линию, сто процентов, но, да, по Шеренге уже говорили, давайте теперь Карла Явс представили, о каком еще мы поговорим. То есть, поднятие к вон, это не будет. Без Лахайма не выйдет. Я давал лекцию почти на ту же самую тему, на тему, что такое вера, но что такое вера человека, а что такое вера Бога, во что Бог верит. Это было в Нижнем Новгороде. И там было задумано, что я дам эту лекцию, а потом еще другую. Там собралась куча народу, вся община, закрыли целый там ресторан, где отдельно держат кошерный зал. И я зачитал первую лекцию, и потом Равин подходит и говорит, ну, давай, наверное, перейдем уже сразу к Фарбрейгену, а то подумал, что первую лекцию без Лахайма не понять, и там продолжим. Фарбрейген на следующей неделе, с Божьей помощью. Во вторник, да. А то у нас уже два занятия начались с начала книги, мы не делаем Лахайма. Ужас. Ужас, да? Окей. Давайте, давайте я перефразирую. Все было абсолютно правильно сказано. Конечно, это действительно определенный экзистенционализм, но я хочу взять это, перевести это, мне кажется, что то, что здесь хочет нам сказать Алтар Эбе, это уходит еще в дополнительный, немножко продвигает нас вперед. Действительно, мы с вами неоднократно говорили, что весь этот мир – это абсолютная условность. Это Рабин Ахмана пишет об этом абсолютно открыто. Нету мира, все воображение. Почему? Потому что то, как мы воспринимаем любую вещь, это мое личное воспитание, восприятие. У нас есть определенные, здесь опять же тоже Штёрингер, определенные условности, о которых мы договорили, и мы все называем это стол. Но если каждого из нас, мы спросим, а что для тебя в жизни значит стол? Каждый из нас себя олимпицирует со столом совершенно по-разному. То, что у нас будет пересечение восприятия, это уже мое дополнение, у меня есть такое предположение, что то, что у нас есть пересечение восприятия этого конкретного стола, это причина, почему мы здесь сейчас сидим за этим столом. Это то же самое, сейчас я говорю это абсолютно от себя, я не нашел это пока нигде в первоисточниках, что когда мы говорим точно даже о реинкарнации душ, сегодня у нас нету цельных душ, было 600 тысяч еврейских душ, которые все дробили, 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 сегодня цельных душ не существует. Все осколки какой-то души до бесконечности, да, и опять же это мое какое-то личное, я десятый раз повторяю, ну я тоже потому что очень люблю говорить что-то от себя, то, что у него первоисточник, что то, что мы называем родственные души, то, что в реинкарнации, это люди, которые пересекаются в жизни и находят общий язык между собой. Что это может быть какая-то кораляция вот этих осколков одной и той же души, которая есть в этом мире. Еще раз хочу подчеркнуть, это абсолютно мое предположение, не берите это за истину последней инстанции, так? Но, если мы действительно это попробуем представить в виде трехмерной системы координат, в школе, помните, когда-то учились, рисовали вбок, да, то есть наискосок эту новую, эту новую ось Z, так называемую, да. А давайте попробуем, представьте, мы воспринимаем это вверх-вниз с помощью двухмерного пространства. Но давайте попробуем это двухмерное пространство положить плоско и эту ось Z поднять наверх. Когда мы говорим о определении рамок времени и пространства, мы об этом говорим только в этом мире. Но когда мы говорим о жизни, мы говорим о жизни, существующих на всех уровнях мироздания. Когда Всевышний творит человека после создания как таковой формы, он наполняет ее содержанием, это и есть принцип любого творения, создания формы, наполнения, содержания, скажем, «Вайпахмо рухаим» и вдохнул в него дух жизни. Что имеется в виду? А вот арабы цитируют и говорят, «Миа напах, митохейхи напах», да, вроде бы он цитирует книгу Зова, «Книгу Зор», хотя многие из наших комментаторов говорят, что нигде в книге Зор они этого не видели, наверное, у Алтарабы было другое издание, что откуда он вдохнул и с себя вдохнул, что точно так же как дыхание человека, вспомним то, что мы говорили в прошлой книге о речи. Что такое речь? Что такое речь? Речь – это преграждение дыхания. Дыхание – это air flow, которое происходит у нас изнутри, преграждается в пяти органах речи и создается определенный звук. Любой звук, который мы издаем – это остановка дыхания. В тот момент, когда мы дышим без преград, без какого-либо tension с любым из частей нашего тела, в этот момент звука не существует. То же самое по отношению ко Всевышнему. Всевышний сотворил этот мир речью, он его наговорил, соответственно, он сокрыл себя в пяти этих аспектах сокрытия «а» и то, что соответствует аспекту речи Всевышнего. Это четвертая буква, четвертая буква имени Всевышнего, которая у нас какая буква? Гей. Буква «гей». Что такое буква «гей»? Это «гей». Минимальный звук, который существует на иврите. Если есть какой-то звук, который меньше всего преграждается, дыхание преграждается, буква «гей». А буква «гей» имеет гематрию какую? Пять. Это есть эти пять ограничений, с помощью которых творится этот мир. А дальше, когда творится то, что называется «душа бы и пах бы роха им», «дух жизни», происходит дыхание непрегражденное. Это сущность Всевышнего. Душа, которая бесконечна на всех уровнях мироздания. И, соответственно, то, что мы называем, то, что цифра и цирак, то, что здесь цитируют Алтареба, конкретно говорит «нефеш», душа, да, что это третье измерение. Нужно говорить конкретно о душе, а не просто о жизни. Это та сущность Всевышнего, которая одинаково распространяется во всем мире. И здесь мы возвращаемся обратно, что к тому, что «оросойвев», когда мы охватывающий свет, это ни в коем случае не какая-то, как обычно переводится, какая-то оболочка, да, какая-то сфера, в которой находится мироздание. «Оросойвев» он называется, почему «сойвев», потому что если, а мы всегда воспринимаем себя как в центре мироздания, то эта окружность к нам всегда на одинаковом расстоянии. она всегда для нас присутствует, вот она есть, вот ее нет. Она одинакова везде. Этот бесконечный божественный свет, который называется «оросойвев», он одинаков везде, благодаря тому, что у нас есть душа, которая происходит из этого бесконечного божественного света. Наполняющий свет – это то, как это с помощью побочного эффекта мироздания творится все остальное. Этот мир был создан для чего? Для формы или для содержания? Для содержания. Конечно, для содержания. Все будет в том, что мы создали мужилища в этом мире, мы это делаем с помощью выполнения заповедей, но мотиватор выполнения заповедей, двигатель выполнения заповедей – наша божественная наша. Но кто выполняет заповеди? Конечно же, наше животное. Именно поэтому, если сейчас опять перескакиваем из кабалы философию, если мы говорим, что у нас первично, форма или содержание? Конечно же, форма. Почему? Потому что для того, чтобы то, что мы называем бесконечным божественным светом, стало содержанием, оно должно где-то содержаться. Поэтому для этого сначала должна быть создана форма, которая потом наполняется содержанием. И здесь опять у нас мы видим это единство между бесконечным и сокрытием. Бесконечностью и ограниченностью, между раскрытием и сокрытием. Они постоянно не просто пересекаются друг к другу, а вера в то, что доказать мы сейчас, даже если мы описали всю систему координат, доказать мы это не можем, вера заключается в том, что это одно и то же. Что и бесконечный божественный свет, и ограниченность, и сокрытый, они одно и то же. То, что жизнь, душа на уровне ангелов, серафим, высших каких-то ангелов и на нашем уровне, это одна и та же жизнь. Время и пространство, они везде одинаковы. Поэтому вообще концепция рая и ада в иудаизме, так как оно известно нам из нашего христианского воспитания, где-то там наверху, где-то внизу появляется только с возникновением христианства и развитием диспутов с еврейскими мудрецами, приблизительно там чуть раньше, даже до действия, с 9 века. До этого в иудаизме ничего подобного, это не куда-то вверх, не куда-то вниз. Это пространство, которое ты с собой определяешь. А рай и ад это просто широта нашего кругозора. Что мы видим или что мы не видим. Что мы воспринимаем, что мы не воспринимаем. Сокрытие и раскрытие. И я, да, мое я, я нахожусь только с божественной точки зрения, когда мы стремимся к этой точке ноль, я все, чем больше я стремлюсь к этой точке ноль и на уровне жизни, и на уровне времени, и на уровне пространства, тем больше я нахожусь в этом источнике света всего мироздания и всех трех измерений. Понятно? Или не вам? Вот, с Божьей помощью на следующей неделе у нас будет выступать Добер Байтман. Лекция будет посвящена десяти сферотам и воплощению, воплощению, он гораздо проще все это объяснять, чем я, поэтому у нас обязательно будет Лыхаем, и до того, и после того. А главное, чтобы вместо того не было. И теперь давайте капельку еще продолжим, просто чтобы поставить точку. И вот эта вера, вера в то, что это одно и то же, что это одна и та же система координат на всех уровнях мироздания, бесконечности и ограниченности, и раскрытия, раскрытия, сокрытия, это все одно, один и тот же Бог, Эхад, один, вот эта вера, Зони Кредбишем Пхинат Матнаем. Это и есть тазобедренный сустав всего мироздания, всего нашего восприятия действительности. Когда мы уходим от того понимания, что Бог, он где-то там, или это мой карманный Бог, а что и карманный Бог, и Бог где-то там, это один и тот же Бог, вот тогда, вот это называется настоящей верой, доказать это невозможно. В это можно только верить. А вот отсюда уже нужно раскручивать всю динамомашину нашего знания, нашего интеллекта, и вот на этом уже строить наше знание. Дальше все нужно познавать, дальше нужно определять всем координаты, дальше нужно пытаться все в ней видеть, все в ней задавать и все воспринимать через нее. Дальше начинается знание. Вера останавливается в том месте, что это все одно и то же. То, что мы не можем определить в нашем рамках мироздания, восприятие действительности, как это в духовных мирах, вера это то, что все то же самое. Понятно? Давайте на этом. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.